Мы в Париже, и сейчас моя задача в этом коротком ролике показать вам, как выглядит мажор изнутри. До начала первого матча остался один час. Сейчас мы посмотрим, что можно купить, если ты зритель. Что можно увидеть, если ты зашел на арену. И зачем люди вообще сюда приходят. Давайте начинать. Погнали. Из интересных фактов. Арена открылась в 1984 году и вмещает до 20 тысяч человек. Эта арена уже утверждена на летнюю Олимпиаду 2024. Riot Games уже делали два турнира по Лиге Легенд. Еще проходил UFC и выступала Мадонна. А зачем ты сюда пришел? Да так, на баскетбол вообще. Да, нафиг. За кого болеть будем? Ну, сегодня вроде Херойки играют. А за Нави? Такие Нави. Но последний мажор. Я никогда не был в Москве, его никогда не проведут уже. Ты из Москвы? Я из Москвы. Я был на Эпицентре в 2016 году. Ты сейчас прилетел из Москвы сюда? Ну, я вообще путешествовал. И оказался в Франции. Улетаю завтра. И последний день мажор. Все, давай-давай, смотрим. Спасибо. Смотрим. Посмотрите на это. И после этого вот на это. И вот на это. И вы хотите сказать, что это лучше? Ну, кстати, у меня была идея сегодня Коппербис. Ладно. Пойдем искать наше. Нужно найти. Привет. Hello. Я знаю тебя. А, знаешь. В Киеве виделись. В Киеве виделись. Я живой флопился. За кого болеть пришел? За Монте, но я завтра не попаду. Почему? Я взял билет только на сегодня. Это уже второй раз мне человек говорит. Почему вы все берете на один день? А у меня денег больше не было. А это последний мажор, поэтому я решил хоть на день. Слушай, то же самое слова все говорят. Слушай, ну все, давай. За Монте. Кстати, мой оператор тоже болеет за Монте. Вот его пикем. Слушай, ну все возможно. Это странный мажор. Тут выигрывают все андердоги. Так, ребятки, это наш первый раз на сцене. Погнали, погнали. Ой, они прям тут. Посмотри на него. Они очень близко. Так, ну процент заполненности здесь около 70. Или 60. В целом, в целом выглядит красиво. Давайте пройдемся по местам и посмотрим, что тут вообще есть. Поддержка хорошая. Примерно так выглядит премиум место. И вот такой у вас ракурс. Если у вас обычный билет, то у вас такой обзор. Игроков вы вообще не видите. Экран видно. Видно, кто кого убивает. Поэтому в целом смотрибельно. Если в Бразилии всегда было шумно, то здесь иногда бывают такие вот пару секунд, когда полная тишина. Это все интересно, но мне сейчас интереснее, что здесь можно купить. Потому что я хочу купить на очень много денег какое-то мерча и сувениров. Так, погнали. Что у нас тут имеется? Как вы можете предположить, спонсор этого мажора это алкогольные напитки. И здесь у нас пиво. Здесь у нас мерч. И я очень буду расстроен, если это весь мерч. Просто футболки Бласта. Бласта, Бласта. А, это все Бласт. И вместе с Виталити, Ликвид, Фурия, Джету. Как же скудно это просто. Тут нет выбора, тут ничего нет. Но мы не все посмотрели. Но в любом случае, футболка Фурии стоит 90 евро. Они издеваются? 90 евро за футболку. Можно я купить 1 G2? Л-сайз. Этот? 1 Героик. Солдаут. Первый день. Окей, Героик. Л? Нет. Дабл-экс-Л? Да, только. Окей, и Ликвид. Так, ребят, я сейчас заплатил 150 евро за две футболки, которые очень большие. Короче, меня засхамили, но в любом случае пойдем искать другие места. Вот, говорю об этих моментах. Сейчас полная тишина в зале, но очень тихо. В целом, картинка обширная, очень объемная. Первый матч, первый час игры, и здесь отойдем в полный. И мне очень нравится дисциплина. Смотрите, никого нет, хотя через линию в пяти метрах уже игроки. Вот в Бразилии такого бы не было. В Бразилии, они прям стояли, смотрели, а тут молодцы. Я хочу мерч, я хочу мерч. Последний раунд Героик, но мы сейчас выйдем искать мерч, потому что там будет очень большая очередь. Наконец-то мы нашли это место, которое нам нужно. О, кстати, красиво вообще. Фух, чуваки, чтобы найти этот выход, нам понадобилось. Давай. Нормально. Все, камни. Тут мерч продается? А? Мерч продается? Да, там. Все, пойдем, пойдем. Так, в итоге. У нас тут продаются напитки, всякие колы, сэндвичи и так далее. Так, здесь у нас очень маленький магазинчик и продается мерч только Бласт. Кому он нужен? Скажите мне, этому человеку. Я хочу сфотографировать со Шоксом очень сильно. Шокс. Хей, хеллоу. Хей, хей. Хей, хей. Хей, хей. Хей, хей. Первый матч, который я смотрел в CSGO, это был Шоксом. Его комментировал тогда страйк. Это был 2014 год. Как же скудно все. Так, реклама казино. G2, коллаборация. Это прям слоты. Ну это вообще прям, ну это трэш. Мне сейчас, мне просто интересно, как это все работает. Не нужно регистрируть этот код, вы продаете G2. Так, ладно, ребятки, сейчас будем скачивать и крутить слоты. Все, мы ждем 3 секунды, и я выпью сейчас что-то интересное, либо буду в мусоре. Так, слоты, пошел казино, казино, казино. Анлайки? Ладно, мне ничего не выпало. Давай, давай. Вот одежда была бы хороша, на самом деле. Вау, чувак, нож, это нож, это нож. О, это нож. О, чувак, чувак, ты выиграл нож. Коля, поздравляю. Ребят, он только что выиграл нож за, ну, долларов 200, наверное. Хорош. Заработал, не зря приехал. Коля, ты где? Мне, поя, абсолютно не выпало. О, 14-15, кстати, играют героики. Если что, я нахожусь здесь, потому что это первая карта, она не особо интересная. И плюс я хочу обойти все эти стенды, пока нет людей. Героики выиграли первую карту. Ой, хорошо. Мы нашли стенд от героиков. Здесь тоже игра 1-1. И там есть стенд виталити, тоже игра 1-1. Все очень неоригинально. Они все делают одно и то же. Все играют АИМки 1-1. Кстати, тут есть еще реклама Зови монитора 360 Гц. И, как я понимаю, этот монитор используется прямо сейчас на этом мажоре. Это очень серьезный шаг, потому что все эти прошлые мажоры играли на 240. Я думаю, что следующий наш премиум клуб будет именно на таких мониторах, потому что это такое будущее. Почему бы и нет? Блин, я на все это подряд смотрю и думаю, как бы это купить для клуба. Вроде выглядит классно. Сколько это стоит? Около 3 тысячи долларов. Что самое? Тогда нужно платить консолью PC. Да. Следующий. Короче, вся эта история выходит в 3 тысячи долларов. Сильно? О, все, нашли, нашли, нашли мерч. Так, ребятки, сейчас будем занимать очередь и покупать весь мерч, который возможен. Просто весь. Я не беру 9, я не беру ENCE и не беру FURIA. Все заканчивается, я ее сейчас слышу. Почему? Почему это так происходит? Это же одежда, она не портится, да? Возьмите статистику из Бразилии. Посмотрите, то, что там был sold out сразу же, на первый же день. Ну, поймите, выводы сделайте. Но они все равно завозят очень мало. Navi, G2, sold out. Так, мы смогли взять только Liquid, Face и Vitality. G2 и Navi просто нельзя купить просто sold out. Я не понимаю. Что за трэш? 260 евро за три футболки. Прикол. Но зато у меня есть теперь одежда, в чем я буду ходить по улице. С XL. Окей. Короче, ребятки, я покупаю очень много всякого. Что-то будем разыгрывать, поэтому все будет в Телеграме. Если что, у нас футболка 3XL. То есть, это очень большая для супергигантов. Я хочу для себя одежду купить какую-то. Так, получается 230 евро еще. Зато сейчас мы купили сумку, чтобы это все вместить в эту сумку. Так, раз футболка, два футболка, толстовка, три кепки Liquid, одна Vitality, еще одна Vitality, еще одна G2, еще одна Liquid, еще одна Phase. Блять, какие мы... И еще одна Liquid. А, нет, еще есть одна Героик. И все. Короче, вся сумка у нас в мерче. И у нас нет Na'Vi. Но это уже, наверное, всем опоздали за Na'Vi. Есть все, кроме Na'Vi. И, наконец-то, смотрите, Major Pins. Сейчас мы купим пины. Я бы так сказал, но нет, это же... Valve. В общем, у нас тут не будет никаких пинов. И на этом заканчивается вся наша тусовка на подземном этаже, где люди отдыхают перед матчами. В целом, тут у меня 1000 евро. Я думаю, очень много чего я разыграю в своем телеграм-канале. Но это уже в следующих роликах я все это озвучу. Ну, уже лучше подписываться на телегу. Спасибо. Давайте, удачи. Это уже где-то 15 человек меня узнал в Париже. Ребята приезжают из России, Украины и из Молдовы. Пока такая статистика. Прямо сейчас играется последний раунд этого матча. И Vitality проходит полуфинал. Нам очень сильно повезло. Смотрите, в 5 метрах мы сейчас увидим реакцию людей. Я сейчас запишу ролик для телеграм-канала Ретейк. И попробуем опубликовать это быстрее, чем Бласт. И Трик-канала. ПОЛАХ. 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 Сейчас мы находимся на медиа-зоне. Когда матч заканчивается, проигроки заходят сюда и дают интервью всем, кому попало, всем, кому хотят и так далее. Здесь слишком много медиа, и поэтому Блаз сделал очень важные пометки. Интервью не должно длиться больше, чем 4 минуты, чтобы все бы успели задать свои вопросы и сделать у себя пост. У меня сейчас есть возможность спросить что-то у игроков Виталити. Как вы сегодня тренили, предыдущих игроков? Ну, как обычно, мы делали все же. Просто тренировать, не обучение, не делать слишком много вещей. Мы просто играли, как мы делаем. Не так много? Как вы? Конечно, я играю в индивидуально так много, поэтому я делал 500 фрагов, но это зависит от всех. Мне это было. Спасибо. Как вы тренили, предыдущих игроков? Это очень специально. Я не играю много, предыдущих игроков. Это специальный день, когда мы работали, я играю в тейтмач, и я играю в тейтмач, и я играю в тейтмач. Когда вы начнете играть в Трейн в CS2? Я не знаю. Это зависит от того, как вы играете в CS2 в турнаменте. Когда вы играете в CS2? Благодарю. Спасибо. Как вы чувствуете, играть в такой большой арене? Ух, ужасно. Это реально. Это как мечтать. Вы чувствуете страх? Нет? Нет. И заходим сюда, видим Индузи Бридж, и геймрелигион, я ставлю Индузи Бридж. Фак, его пикерос. Окей. Только что закончились матчи, и витаете праздную свою победу. Сзади меня, за его дает интервью. Ну, а также тут мы видим огромный, масштабный, пустой зал. Если вам понравился такой материал, такой коротенький и оперативный, буду рад вашей поддержке, видео лайка. Ну, а также не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика я пошел дальше снимать здесь ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok